Мы начинаем нашу консвятку с соревнований по плаванию, которое проходится в профилактории «Портавик» в городе Южном. Профилактория «Портавик» принадлежит внести в центре «Портав Украины» филиалу Южного Союза. Мы находимся в бассейне. Сейчас здесь будет проходить соревнования между плавцами, которые представляют материалы в институте «Портав Украины». Здесь сегодня представлена Овецкая и Николаевская область. Будет два зачета. Мужской женский заплыв. Женщины будут плыть дистанцию в 25 метров, мужчины будут плыть дистанцию в 50 метров, то есть два бассейна. Сейчас на тумбе становятся женщины. Они прошли этап разминки и готовятся к соревнованию. А вот мы видим, стоит наш тренер по плаванию Александр Голиков. Секундомером засекает время. Девушка, у нас три девушки. В ягод заплыл. Администрация «Портав Южного» и Администрация «Портав Юличок». Итак, Южный Юличок начинает. И так ставим переменами солнца. Посмотрим прямо сейчас. Администрация «Портав Юличок» Администрация «Портав Юличок». Администрация «Портав Юличок» Женский заклубок закончен, девушка, которая находилась в краю первой дорожки, пришла второй. Сейчас выясним, какую администрацию она представляла. На тумбы сейчас будут установиться мужчины. Результаты заплыва мы тоже сможем и увидеть, и услышать потом по окончании соревнований. Мы можем, кстати, начать его на рамках и руками. Почему? Конечно. У нас остатка получилось 2,50. 2,50 касается угора вашего фотофагмента, но потом вы стерпируете. Продолжение следует. Внимание! 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 Продолжение следует... 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 Ага, ясно. Вы впервые в Южном? Нет, я тогда была маленькая, в шестом классе, приезжала сюда на соревнования. Скажите, тот бассейн, на котором вы постоянно занимаетесь, он чем-то отличается? Я знаю, что в бассейнах были чёстки, от спорта, и по детскому знал. То есть у вас такой профессиональный подход. Ага. Чем они отличаются от нашего бассейна? Есть ли принципиальные отличия? Два двадцать пяти метров бассейна, поэтому два хороших бассейна. Уровень нашего бассейна соответствует? Да, у вас очень красивый бассейн. Ясно. Вы поедете во Львов? Да. Вы уже бывали во Львове? Да, бывал на чемпионате Украины. Ага, то есть вы по делам только, да? А теперь нужно будет поехать? Сейчас я не привычный, я в основном езжу по городам, на соревнованиях. Угу. И что будете делать, если нет соревнований? Будете наслаждаться Львовом? Отдыхать. Вы поедете одна или возьмёте с собой? Как будто ещё? Ещё не думали? Ещё не думала. Такой сюрприз. Угу. Ну вы, я думаю, были уверены в том, что победите, да? Или как? Или были сомнения? Вроде бы была уверена. Угу. Ну хорошо, спасибо. Было приятно на вас смотреть. Удачи вам. Да. Активных побед. Да. Такой команда, да. Команда АМПУ Южного, и она уже пошла, да, пошла уже переодеваться. Ну хорошо, тогда мы возьмём интервью у организатора сегодняшнего. Можно, молодой человек, можно вас? Я вас быстренько спрошу. Я представляю интернет-издание, репост. Я веду прямую трансляцию телефоном, стрим называется. И хочу вас спросить, так как вы имеете отношение непосредственно к организации, расскажите просто о самой структуре. Сегодня должно было быть несколько команд, так? И не получилось всем приехать. Как так получилось? И вы быстренько приняли решение, что немножко меняете формат и всё равно провелись. Формат не изменялся. Ну вот расскажите об этом, да. Как вы вышли из этого положения, потому что не хотелось отменять. Было запланировано. Прежде всего, всем командам, всем филиалам было предложено принять участие в этих соревнованиях. Всем разослана был рекламент. То есть, все люди знали, что команда должна состоять из двух мужчин и одной женщины. Ну, мы уже до этого знали, что не у всех команд есть женщины, но еще надеялись, что изъявят желание приехать там, ну, укомплектоваться полной командой. Поэтому было принято решение немножко отступить. То есть, мужчины выступали в командном засчете из двух человек, и женщины соревновались в личном засчете, так как не у всех команд присутствует. А кому присылались приглашения, кто должен был приехать, кто не приехал в итоге? Ну, на сегодняшний день это уже проблема у филиалов. Отправиться к выделенным соревнованиям, мы знаем, что на сегодняшний день и такое легкое положение. В стране экономическое положение, потому что переезд, это дорога командировочная. Ну, не все филиалы отозвались на это соревнование. Но будем надеяться, что в будущем все будет лучше. Будем это верить. У нас, получается, сегодня была представлена Николаевская и Одесская область, да? Так можно сказать. Так вот. Да, все. Хорошо. Ну, в Одесской области у нас порт Южный. Ильичевский, да. Был один человек, с измей, его не доехал, к сожалению. Ну вот. И с Николаевской области, то есть порт Актеров. Вы, пожалуйста, скажите имя, фамилию свою и должность. Я Трофимчик Георгий Владимирович, член постоянно действующей комиссии при правкоме администрации Москового города. Спасибо большое. Спасибо за интервью. Все, спасибо. Мы будем заканчивать нашу трансляцию. Всего доброго. До свидания.